Девушки отдыхают Это касается и тебя, дорогой мой телезритель Присылай свои шутки на наш адрес И если мои легионеры тебя не перешутят То, соответственно, бабки твои Теперь это как минимум в два раза больше тысяч рублей Не надо скачивать юмор из интернета Он весь давным-давно скачен Ведь ты же такой талантливый Ведь ты же, черт возьми, все сам можешь придумать Поэтому присылай свои шутки на наш адрес И покупай затычки своим престарелым родителям Кстати, затычки не подорожали А вот ставки увеличились Хорошее настроение не продается Хорошее настроение Вознаграждается Теперь в двухкратном размере Убойная лига смеха без правил Увидимся на ТНТ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У меня сегодня отличное настроение А какое еще может быть настроение У человека, который чист перед законом И регулярно платит налоги Дело в том, что нашу сегодняшнюю программу смотрят налоговые Они нами заинтересовались Мы передаем привет Мы сегодня, как обычно, разыграем Два ведра гвоздей Привет, налоговые! Убойная лига! Павел Воля, здрасте! Каждую неделю шестеро финалистов Смеха без правил Выходят на эту сцену Чтобы поменять убойный юмор На отличные деньги Собственно говоря, это и произойдет и сегодня Здравствуйте! Вчера в ресторане Ко мне подошла официантка Сказала Слушайте, я вас знаю Вы же эту программу ведете Вы же Владимир Турчинский Только по телевизору вы как-то солиднее выглядите Очень солидный И самый узнаваемый человек на планете Держатель нашего банка Владимир Турчинский Судей у нас трое Девушек у нас тоже трое Поэтому, дорогие судьи Выберите себе любую Рабство в нашей программе еще не отменили К тому же вам надо как-то повеселиться Сегодня в процессе Итак, наши судьи Под ваши аплодисменты Кто любит группу «Зверь» вообще? Есть зая такие вот И я один из этих людей На мой взгляд, одна из самых адекватных рок-групп в нашей стране Ее бессменный лидер Рома Зверь Мой большой товарищ Приятно, что с нами Ну а теперь, кто группу «Виагра» любит? А, к сожалению, сегодня у нас в гостях дискотека «Авария» Человек, который отвечает за музыкальную составляющую Это я знаю точно Алексей Рыжов Ваши аплодисменты И за тексты, и за юмор И вообще за все остальное Леха, привет 30 лет назад этот человек отказался бы сидеть в жюри Потому что 30 лет назад он был бы на сцене Вместо тех ребят, которые будут выходить Но время берет свое И вот он, председатель жюри Михаил Марка Этих ребят узнают во всех элитных и дорогих бутиках Москвы Потому что еще вчера они были продавцами-консультантами этих бутиков А теперь все уже, юмористы Наши гладиаторы, поехали Дуэт «Феминисты» Екатеринбург Здравствуйте Добрый вечер, Игорьевка Полин Человека Денис Косяков Зеленоград Добрый вечер Дуэт «Бабанов» и «Мишланов» Санкт-Петербург Дуэт «Быдло» в Санкт-Петербург Дуэт «Компот» в Краснодар А-а-а-а Тише Дуэт «Соседи» в Казань Ставки сделаны, господа Здравствуйте Ставок больше нет Аплодисменты всем Желаю заработать вам кучу бабла, друзья В первом раунде участники создают так называемый общий фонд призовой Максимально каждый из них может заработать в первом раунде 36 тысяч рублей Почему, вы можете спросить, отвечу Потому что на каждого из членов жюри приходится 12 тысяч гвоздей, рублей Участники выходят на сцену, шутят, если смешно это делают, они зарабатывают деньги, которые идут в этот банк Если не смешно, остаются при своих Все, первый раунд Поаплодируйте с ней, это беременная женщина Она еще не знает Кто там первый, Володя? Дуэт «Феминист» и Екатеринбург Давайте хотим деньги в банк Здравствуйте, друзья Добрый вечер, всем привет из Екатеринбурга А сейчас представьте себе город, ну, допустим, Урюпинск Отделение милиции, в отделение милиции приходит бабушка Здравствуй, милок, следак Ну, это самое, что это тут? Это у нас отделение милиции, бабушка Значит, я по адресу пришла Да, ну что случилось? Ну, у меня сумку украли наркоманы, треклятые говнюки, уроды, сволочи Бабушка, 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 наркоманы Бабушка, подождите, почему вы решили, что это наркоманы? Ну, а кто же еще наркоманы воруют сумки? Ладно, бабушек, говнюки Я понял, все Что было в сумке? Что было в сумке? Что было в сумке? Что было в сумке? Да Не скажу Если вы не скажете, как мы найдем вашу сумку? Давайте Чвет, чвет, чвет А наша там была Так, подождите Какая наша? У бабушки должно быть сумки там, я не знаю Очки, вязание Меня с вязанием уже не прет А наша там была Хорошо, как выглядел грабитель? Давайте Он подлюгой, симпатичный был Значит, был похож на Брэда Пита Не, не, запиши, что это и был Брэд Питт Подлюга Брэд Питт Вот Так, Иванов, что у тебя? В общем, товарищ полковник, тут очень сложное дело В Урюпинске Брэд Питт украл у бабушки сумку с анашой Так, Иванов, тормози, подожди Какой Урюпинск? Какой Пит? Какой Анаша? Человек пришел к тебе по поводу украденного телефона Так? Да, да, я не знаю, что-то выдумал себе Иванов, Иванов Ты смотри, с этой фигней своей заканчивай, понял? Давай, внимательно Какая модель телефона была? Какого телефона? Анаша у меня пропала Поищешь и не нашел уже, говнюк-то я не знаю Спасибо, друзья Это были теминисты Браво, кричат ребята Ну, то, что сейчас кричат, это просто давление на судейскую коллегию Можно не давать, кстати Значит, давление тех, которые кричали давать Оказалось сильнее, чуть сильнее, чем те, которые кричали не давать Поэтому 24 тысячи Отлично Хорошо Мне нравится В банке 24 тысячи рублей На сцене Денис Косяков Зеленоград Добрый вечер, добрый вечер, дамы и господа Жюри Владимир, Паша Встречайте Самый наивный в мире человек Привет, друзья Привет Я самый наивный в мире человек Нет, правда Я же всему всегда верю Я верю, что у меня спина белая Что у меня колени сзади грязные Что у меня вот здесь на груди все время что-то есть Верю Я когда зажигалку даю Я верю, что не навсегда Я до 20 лет думал, что кунилингус Это латышский композитор Оказывается, нет Эстонский Я трем женщинам алименты плачу Хотя еще девственник Я верю, что если футболистам в телевизор подсказывают То они победят Я верю, что если носки на два дня под кроватью оставить То они проветриваются Да что там У меня даже циркониевый браслет есть Я верю, что люди, которые на фейс-контроле стоят Они реально в моде разбираются Я верю, что такси с Красной площади до Гума 3000 стоит Я верю, что траву курить нельзя А то коровки с голода умрут Ну я наивный, ничего Я верю, что все, кто в спортивных костюмах, спортсмены Да что там Мы когда в детстве в войнушку играли и меня убили Я реально умер Я очень наивный Я очень расстроился, когда узнал, что Женя Медведь-Машечкин на самом деле человек А Костя Пушкин нет Я верю, что у Клинтона и Левински ничего не было Представляете? Всем уже насрать давно, а я до сих пор верю Я верю, что у нас полстраны в Анапе вот так вот солнышко на руке держали Я всегда верю, что реально красивых привезут Я до сих пор верю, что если я буду плохо есть кашку То придет дядя милиционер и заберет меня Но это не потому, что я наивный Просто были случаи И наконец Я верю, что когда-нибудь Пенсионеры будут получать большую пенсию Учителя достойную зарплату И все мы будем жить в богатой, счастливой стране Ашли! Вот видите, чихнул Значит, насморк Не болейте, друзья Давайте обнадежим парня Он же верит во все Нам очень понравилось Поэтому решили тоже присудить этому игроку 24 Хороший результат 48 тысяч рублей в банке На сцене дуэт Бабанов и Мишланов В Санкт-Петербург Добрый вечер! В Бойной Лиге! Всем здрасте! Привет! Увольнение Здравствуйте, Петр Семенович! Вызывали! Господи, Татьяна! Никак не могу привыкнуть к вам, как вы врываетесь неожиданно Значит, у меня плохие новости для вас Что? Нам придется вас уволить Ну почему? Я же стараюсь Значит, почему, Татьяна? До меня дошли слухи, что вы плохо ведете себя в постели Значит, начнем с того, что вообще плохо, что вы лезете клиента в постель, да? Ну ладно бы вы делали это профессионально Но вы посмотрите, вся книга отзывов и предложений пестрит негативными отзывами Вот, пожалуйста, смотрите Научите Таню Трахта, Виктор 37 лет Что это такое? Это даже нельзя считать потерей девственности Павлик 17 лет, это где вообще? Спасибо большое Теперь я вновь гекторосексуально Татьяна 31 год Что это такое? И вот, ребята, это вообще читает кто-нибудь или нет? Виктор 38 лет Ну подождите, вот Татьяна же оставила положительный отзыв Она даже сказала, что на следующий год приедет, чтобы закрепить результат Татьяна, пожалуйста, заткнитесь Мы и так делаем все возможное, чтобы повысить рейтинг нашего отеля без того полуторазвездочного А вы что делаете? Когда вас просят поменять белье, речь идет далеко не о ваших трусах, Татьяна, понимаете? И, я не понимаю Зачем при этом брать журнал, писать, поменял, расписывать число, вот это Зачем это все делать? Где вы вообще их что-то берете по 20 раз на дню менять, я не понимаю У меня их всего двое Татьяна, пожалуйста, не нужно погружать меня в мир, где было бы не по себе самому Мэрилину Мэнсону Едем дальше Я понимаю, что у вас есть ключи от всех номеров Но это не значит, что если вам захотелось туалет, можно взять, открыть первый попавшийся и сходить, понимаете? Тем более по-большому, Татьяна А вот здесь, понимаете, здесь не моя вина Я же не знала, что сливы, которые в чемодане лежали в номере, они не мытые Татьяна, пожалуйста, сейчас заткнитесь и просто уходите отсюда Подождите, ну дайте мне еще один шанс Какой еще один шанс? Где вы еще хотите поработать? Вы уже и в баре у нас работали Я боюсь даже вспомнить, что пили тогда наши клиенты И на телефонные звонки вы уже отвечали у нас Никогда не забуду вот этого вот вашего Алло, нужен номер? Да, анда, что это такое? Где вы еще хотите у нас поработать? Ну что, я по-вашему ни на что не гожусь, что ли? Нет, ну почему? У меня есть одна идея Значит, наша гостиница выполнена в стиле позднего барокко Сейчас встаньте вот красиво вот так, ножку вперед Да, красиво, вазу возьмите Возьмите вас, поднимите, да, как статуя И сейчас вот, и аккуратненько пошли легонечко Вот на выход и через парковку Вот так, да? Да-да-да, пошла-пошла-пошла-пошла Далеко идти? Да, нахрен, Таня, пошла-пошла отсюда Спасибо Мы решили просто дать 12 пока В банке 60 тысяч рублей Дуэт быдло, Санкт-Петербург Добрый вечер Добрый вечер всем Во многих городах России, в Санкт-Петербурге уж точно Принят закон, при котором алкоголь в магазинах после 23 нельзя продавать Итак, миниатюра «Робокоп» в круглосуточном магазине О, явился, а? Часы по нему сверять можно Полы помыл аккуратно Извините Вот, аккуратно полы, да, чистые у меня Что сто рублей? Что? Планета в опасности Сейчас на Землю движется огромный метеорит, который через несколько секунд расщепит планету на тысячи кусков Землянка, если вам не безразлична судьба человечества Закройте глаза на то, что сейчас 23.45 и продайте мне портвейн Так значит, да? Да И где-то весь день был, а? Время, видел, сколько? Пошел, не продам ничего Надоел, портвейн ему Вчера на него гвардейцы кардинала ночью напали Ему ящик водки в долг понадобился Сегодня метеорит Что еще придумаешь, а? Ты бы хоть костюмы менял Приходишь в этих трениках, в полушубке на голое тело Все, пошел вон, ничего не продам, отстань от меня Ты меня раззадорила Теперь мне остается только одно Опять набердеть? Пошел, не продам ничего, все Ты очень догадлива, землянка Валера, ты когда на работу устроишься, а? Я работаю Где? В морге Кем? Мерчендайзером Так, пошел вон Пошел вон, я сказала Надоел уже, ходят тут Пойду на хитрость Внимание! Не успел Так, пошел вон Я сказал, пошел вон А сотруднику милиции продадите? Возможно Ать Что, рука? Ать Что, грязь из карманов? Что? Ать Что? Черт, я далеко от центра земли, я разручился колдовать Так, пошел вон, я сказала Надоел уже Пошел вон, не продам ничего, все А помнишь, 15 лет назад я тебя очень сильно выручил Каким образом? Я женился на другой А? За это, конечно, спасибо Сейчас другой позвоню, он за тобой придет Нормально? Жена, аларм, аларм Давай, пошел Аларм, аларм, аларм Чистые полы Извините Вот так вот, как волик Извините Спасибо большое, огромное Вы в лопите Стабильность Признак мастерства судейства 24 В банке 84 тысячи рублей На сцене дуэт компот Краснодар Сумасшествие начинается Здравствуйте Да, да, да Немного как бы странного южного юмора С юга Юмор Итак, дорогие друзья Слушайтесь 1917 год Петербург Ленинградский зоопарк Здравствуйте Здрасте Здрасте, вы директор зоопарка? Да Слышали, сейчас Аврора шмальнула Ну Так вот, я еж матрос, вы уволены Так Ильич решил Более адекватный юмор Более адекватный пожилая соседка Тук-тук-тук Здравствуйте, заебали Что? Я говорю, что, что, что Вот это ваши дискотеки в вашей квартире Когда закончатся? Постоянно шалавы какие-то Шприцы разбросаны Вы что, тут травку курите? А вот эти в 4 утра крики С Новым годом, с Новым годом Вы что, тут оливье жрёте, а? У меня, между прочим, внук в милиции Через 15 суток выйдет Он вам газ Он гей у меня Тёть Паш Успокойтесь Может вам 5 капель накапать? Что? Возьми, знаешь что? Детальку от Лего Го Зажигалку И на боску себе накапай Вот Между прочим, между прочим Вчера Вчера скорую моему деду вызывали А он с 64-го В федеральном розыске Мигалки услышал Инсульт Умер Тёть Паш Тёть Паш Тёть Паш Да Успокойтесь Новый год всё-таки А вы в семейных трусах С топором Эти валенки на сиськах Что происходит вообще? Валенки новые купила Хожу, хвастаюсь по подъезду Нравятся? Спасибо огромное Спасибо Спасибо, друзья И в заключение Терминатор Один дома в ванной Тук-тук-тук Пиздец вы вовремя Лёня Махмон Рустам Плюхун Дуэт Капот Краснодар Сумасшедший Ненавижу Нельзя давать Не смешно 36 36 В банке 120 тысяч рублей Дуэт Соседи Казань Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и давайте сразу к творчеству Итак, татарская бабушка Приходит к соседу 44 43 А Тингу О! Розенапа! Здравствуйте! Извините Аслам Алейкум Другое дело Так, чё шуми? Так день рождения же, Розенапа Сынок, у тебя Ой, погружись Ой, молодец, большой сал Я ж по этому полу тебе конфетку две недели таскаю Не надо, ладно, не надо В чай махнёшь, отмокнется, кушаешь Ну, хорошо Давай тебе песенку спою, хочешь? Ну, давайте Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Как там тебя? Дима Придумал имя такое, да? Дима Happy birthday to you Спасибо Молодец Ещё одну песню пою Да не надо Ладно, не надо А бирли-бирли-бирли-дам Пиду-пипу Молодец, молодец Слушай А чём я не позвал? Ну так мы Ну мы ж с ребятами, как бы, отмечаем А мне когда в зале нужно было диван двигать Я тебя звала? Звала А когда у меня в туалете трубу прорвало, я тебя звала? Звала А ты пришёл? Пришёл, к вам не придёшь А когда у меня день рождения было, я тебя звала? Нет, не звала Ну это я тебя сначала не звала А потом, когда мы с бабушкой парим чаю, попили, звала же Звала, ладно Ну, проходите за стол, что ли, разница Ну, я же за солью только зашла А что у вас там есть? Шампанское? Убери Устрои тоже мне Может, вина? Не пью я, сынок Водочки, может, добули, а? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я за солью зашла, за лимончиком, за текилой Пошли, пошли Ещё обстал Пошли давай гулять Спасибо Спасибо Дмитрий Отец Черны Шли Безально для вас Спасибо Всё, да, можно Да, можно За актёрскую игру 24 Отлично 144 тысячи рублей в банке А за последнее время в Москве увеличилось количество краж А у нас призовой фонд заметно возрос. Пока вы соединяете эти два факта, реклама на ТНТ. Вы смотрите убойную лигу. Если копаясь у себя где-нибудь дома, на огороде, в Крыжопле, вы обнаружили сундук, а в нём такие свитки, в которых шутки. Посылайте их скорее нам, вы выиграете деньги, но 25% откатите государству. Зритель может выиграть во втором раунде. Владимир Бравин. Для второго раунда мы берём шутки, присланные телезрителями. Разрываем их на две части. Первую часть зачитывает Павел, вторую добивают наши участники. В том случае, если они делают это смешно, деньги остаётся в банке. Если они делают это не смешно, деньги отправляются телезрителю. Второй раунд. Кстати, цена одной шутки 24 тысячи рублей. На сцену, парни! Дорогие телезрителя! Напоминаю вам, что ваш юмор, который вы присылаете, мы в основном, конечно, отфильтровываем, потому что там много мусора. Но если каким-то образом окажется вот здесь вот шутка из другой юмористической передачи, что уже плохо, или из интернета откуда-то, и мы в итоге выясним, что эта шутка принадлежит не вам, деньги так и так останутся у нас. Короче, мы за юмор телезрителей. В любом случае, придумывайте, творите, желаем вам удачи. Выигрывайте! Второй раунд! Поехали! Ого-го! Вот так вот! Там пишет Серёжа из непонятного города. Во время съёмок сериала «17 мгновений весны»... Че? Поехали! Напоминаю, что первый ответ идёт в зачёт. Все остальные так. Юра ради. Во время съёмок сериала «17 мгновений весны»... Операторы забыли выключить камеру, и последняя сцена оказалась постельной. Во время съёмок сериала «17 мгновений весны»... Зарплату выдавали военнопленными. Всё, на этом всё, говорят наши ребята. Итак, Серёжа. Во время съёмок сериала «17 мгновений весны»... Актёры, разгуливающие в форме эсэс... Наблюдали за тем, как из соседних деревень... Мужики уходили в лес. Что? И в принципе, фу и то, и другое. Ну что, фу и то, и другое. Там хоть мысль была у быдла какая-то. В общем, Серёга очень помог... «Быдлу сохранить деньги в банке». В банке 144 тысячи рублей. С нами играет Жанна Леопольдовна. Винтовка нового поколения «Добродетель»... Стреляет цветами. Да. Точно в глаз девушки. Готов. Ответ в зачёт. Винтовка нового поколения «Добродетель»... Поможет вам купить сахар не только без очереди, но ещё в два раза дешевле. Винтовка нового поколения «Добродетель»... Стреляет вам сигареты. Ну ещё, давайте, один вариантик, нет? Винтовка нового поколения «Добродетель»... Стреляет розами. Жанна Леопольдовна. Винтовка нового поколения «Добродетель»... С пятисот метров попадает в глаз белки... И восстанавливает ей зрение. Опа, опа, ха-ха, ха-ха, ха-ха. Деньги остаются в банке. Отмазался. В банке 144 тысячи рублей. Барон пишет нам объявление. Опытная хэви-метал-группа... Уже смешно, хэви-метал-группа опытная. Стащит. 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 Две девушки, которые хотят, чтобы их дети носили фамилию Косяков, кричат. Все остальные ждут ответа. Объявление. Опытная хэви-метал-группа... Сдаст басиста на цвет мет. Стащит. 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 Какой-нибудь неопытный. Опытная хэви-метал-группа была заклевана воронами-рэперами. Еще. Все, отлично. А теперь барон со своим вариантом. Объявление. Опытная хэви-метал-группа купит шпаргалки по физике за девятый класс. Да что ж такое-то. Я уже так играю, как могу. Меняю голос, в следующий раз буду пританцовывать. Эй! И деньги остаются. Отлично! В банке 144 тысячи рублей. Нам пишет Катрин. В последнее время стало популярно делать татуировки с именами своих сексуальных партнеров. Делится с нами Катрин. У вас есть, Владимир? У меня партнеров нет. Партнер для татуировки. Свежий партнер. У вас нет нигде татуировки штанга? У меня есть татуировка быдла. Ого! Я поздравляю вас, ребята. Это в зачеты за деньги, ты помнишь? Удачи тебе, мальчишка. В последнее время стало популярно делать татуировки с именами своих сексуальных партнеров. Поэтому у Баскова здесь наколото я. А в последнее время стало популярно делать татуировки с именами своих сексуальных партнеров. У Шаинского здесь наколот чебурашка в стрингах. А в последнее время стало популярно делать татуировки с именами своих сексуальных партнеров. Интересно, с кем конкретно спит Тимати? Всё, ребят, всё, всё, всё. Всё? Кстати, все, кто находится в Москве без регистрации, носят татуировку милиции, чтобы вы знали. Катрин. Пытается выиграть деньги. В последнее время стало популярно делать татуировки с именами своих сексуальных партнеров. Поэтому чаще всего можно встретить людей с татуировкой ипотека. Нас нельзя упрекнуть в заинтересованности. Среди членов жюри нет ни Баскова, ни ипотеки. Поэтому деньги по-честному остаются в семье. В банке 144 тысячи рублей. Отец пишет нам. Учёные расшифровали надпись на гробнице фараона Тутанхамона. В который раз? Есть! Моментальный ответ! Учёные расшифровали надпись на гробнице фараона Тутанхамона. Не хороните меня! Учёные расшифровали надпись на гробнице фараона Тутанхамона. Употребить до 2007-го. Телезрительница, отец. Учёные расшифровали надпись на гробнице фараона Тутанхамона. Она гласит, будь ты проклят, нацарапай это проклятие на гробницах семи своих друзей, или туристы будут фотографироваться напротив твоей пирамиды. Не хотят телезрители выигрывать. Не хотят! Согласен? Нет у меня аргументов с пользой телезрителей. 144 тысячи рублей в банк. Александр Думов пишет нам. Николай Валуев ещё и очень талантливый экономист. Николай Валуев ещё и очень талантливый экономист. Он легко может договориться на беспроцентную ипотеку. Браво ему! Молодец! Николай Валуев ещё и очень талантливый экономист. А в дипломе написано «боксёр». Ну, видимо, так. Первый ответ идёт в зачёт. Николай Валуев ещё и очень талантливый экономист. Благодаря своей физической силе Николай экономит на переходниках для евро-розеток. Ну, если опять начать сравнивать, что те долго думали, а эти не думали совсем. Нет, нет, нет. Деньги остаются, остаются. Банки 144 тысячи рублей. Всё ещё. Друзья, у нас на шоу сейчас случилась трагедия. У Турчинского погасла сигара. Пойду его утешать, пока он ничего не сломал. Вы смотрите «Убойную лигу. Реклама». В эфире «Убойная лига». Наши гладиаторы сейчас будут делать ставки максимальные 36 тысяч рублей. А это 36 купюр по 1000 рублей или полкупюры от 72-тысячной монеты. А мы самый честный банк в мире. Владимир, правило. В третьем раунде мы пользуемся помощью друга, то есть зала. Зал предлагает нам место и персонажа, который в этом месте оказался. Участники после небольшого раздумья показывают нам миниатюру на эту тему. В том случае, если они делают это смешно, то деньги, которые ставят сами на себя участники, плюсуются в общий банк. Если они делают это не смешно, вычитаются из него же. Всё понятно. Третий раунд. Третий раунд. Пойдём. Давайте придумаем персонажа, придумаем место. Только после того, как ребята сделают ставочку. Пожалуйста. Давай. А вы в покер играете? Конечно, играю. Поиграете со мной в покер? С вами в покер, но там ведь надо блефовать. Наша ставка 36. Это блеф? Посмотрим. Ну давайте придумаем, кого, где мы хотим. Тимати в гей-клубе? А если он тебя на улице встретит? И в банду возьмёт. Химик, да? Давайте только не химик, а учёные, что ли? Чё один химик? Любые учёные, всякие. А где? В метро. В метро? Ещё? В сауне. В сауне учёные в сауне. Интересно, но по-моему... На острове? На острове? На необитаемом острове, а? Учёные на необитаемом острове. Поехали. А руки-то у тебя золотые. Домой надо забрать, может быть одиноко. А так, развлекусь. Чё, может пойдём уже? Попробуем. Поехали. На необитаемом острове. О! Прилив. Ун спиру спейра. Пипец по-нашему. АПЛОДИСМЕНТЫ Учёные на необитаемом острове. Да. Плохо всё-таки, что мы здесь одни, без женщин. Ну почему сразу плохо? Просто необычно как-то будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Учёные на необитаемом острове. Помогите, помогите! Хелп! Есть здесь кто-нибудь? Помогите, пожалуйста! Да, да, да. О, боже мой, я думал, я здесь один. Помогите, пожалуйста. Да, конечно. Помогите вспомнить, сколько ковалентных связей у этой молекулы. АПЛОДИСМЕНТЫ Учёные на необитаемом острове. Короче, смотри. Я слушаю. Если я через год не построю самолёт, ага, ты меня... Мне нравится идея. Прошёл год. Сука, улетела. АПЛОДИСМЕНТЫ Учёные на необитаемом острове. Новенький, молодой. Я здесь 20 лет живу. Чтобы здесь выжить, нужно в первую очередь найти воду. Не учи учёного. АПЛОДИСМЕНТЫ Закончили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Жюри пришло к мысли, что на самом деле главное в жизни начинающего деятеля шоу-бизнеса, а тем более юмориста, это нестяжательство. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Довольные вам. Сто восемь в банке. Тысяча рублей. Ну что, вставка, поехали дальше. Не расстраивайтесь, давайте сейчас. Мы проиграли первую партию, сэр. Я в курсе, сэр. Может, раздадим ещё раз? Возможно, но какова ставка на этот раз? Решать мне, видимо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша ставка 25 тысяч рублей. Да! Ставка принимается. Ну что ж, дорогие зрители, что бы вы хотели увидеть на этой сцене? Кого бы, в каких обстоятельствах или условиях, или просто место какое-то, а там происходит что-то? А? Общежитие. Выйди, подписывайся и возвращайся к нам. Общежитие? А общежитие уже ближе. Понимаешь, там больше происходит, чем в туалете. А женское уже меньше там происходит всего. Может, общежитие закрепим? А что в общежитии? Да всё что угодно, кстати. Да? Общежитие! Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки наверху, а вы не жили в общежитии? У вас всё впереди ещё. А угостишь меня? Жить невозможно. Вот, сынок. Жизнь это только начинается, да. В общежитии. КПП на общежитии. Как там? Бабмаш! Стой, да. Бабмаш, можно я клюськи быстренько наверх и обратно? А сколько времени займёт у тебя это? Ну, минутки две. Ну, давай, мой кролик. Беги, беги, кролик мой. АПЛОДИСМЕНТЫ На этаже в общежитии комнаты студентов, видимо, так. Ту-ту-ту-ту-ту. О, здорово. Слушай, дай, пожалуйста, бутылку, фольгу и табуретку. Ага, а табуретку зачем? Да мы там день рождения празднуем. У кого? Я его не знаю. А что подарите? Ну, слушай, мы скинулись, купили нож. Поэтому либо плеер, либо куртку. Спасибо. Спасибо. Случай в театральном общежитии в буфете. Икорки дайте мне! Да почернее! Очень смешно. Доширак? Конечно, Доширак. Пожалуйста. Общежитие, общежитие. Здравствуйте. 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 А скажите, пожалуйста, раньше здесь было педагогическое общежитие, да? Да. А сейчас что здесь? Бордель. Ничего не изменилось. Да подумаешь, я вообще в общежитии как король жил, всех девчонок, все бухал, все ел, все как король жил. Подумаешь, физику не сдал. Призывник, Петров, волна, где служить будем? АПЛОДИСМЕНТЫ Общежитие полвторого ночи, вахтерша. Так, стой! Стой, никуда не пройдешь. Мне домой надо. Какой домой? Полвторого, все, после часа не пускаем, все. Мне домой надо. Спи здесь, я сказала. Не пущу. Ладно, есть один способ. Ты его знаешь. Уходи отсюда. И вот ты уже на втором этаже. На третьем. На пятом. Э, куда? Да я же на четвертом живу. Вот память-то, а! Спасибо. Немножко жалко ребят за прошлый конкурс, потому что шуток было много хороших. Просто ставка была слишком высока. По совокупности, мы считаем, что деньги остаются. 133 тысячи рублей в банке. Отлично, хорошее число. Предлагаю сейчас всем реабилитироваться. И вам, и зрителям. Сначала ставка. За 36. 36. А, по совокупности. Чё, как дела? Да нормально, как сам. Да ничего так. А чё с глазами? Ничего, а ты чё, купил чё-нибудь? Конечно, а iPod новый. Сколько стоит? 36 тысяч. О-о-о-о, дружище, дружище, дружище. А дешёвле не мог купить? Конечно мог. За 17. 17 тысяч наша ставка. Предлагаю придумать событие. Ни места, ни времени, ни людей. Ну, какое-то такое, я не знаю. Свадьба-похороны. Экзамен, хорошо. В выпускной. Хорошо, ещё давайте. Что? Репетиция оркестра. Репетиция оркестра. Это событие для вас, да? Свадьбу, но свадьбу я сказал. Давайте, знаете, как будет? А необычный выпускной. Необычный. На 17 тысяч-то можно нашутить. Явно у каждого же был выпускной. Да. У девочек ещё впускной впереди. В конце нашей программы. Ну да, понятно. Возвращаясь в страну. Выпускной. Марья Ивановна, вы моя учительница уже много лет. Вы, наверное, в курсе, что я неровно к вам дышу. И сегодня такой день выпускной. Многие под шофе как раз нас не очень видят. Можно я сделаю то, о чём я мечтал так много лет? Пожалуйста. Ох, Кирюша, Кирюша. Пожалуйста. Один слепа! На выпускном. Здорово. Ну, привет. Здорово. Бухал? Нет. Курил? Нет. Может, смолу кому-нибудь ударил? Нет. На гитаре гражданскую оборону играл? Нет. Не играл? И что, и сатану не вызывали? Нет. А трудовик с биологичкой целовались? Нет. Он что, трезвый, что ли? Да. А эта красавица наша Машка, очкарику-ботанику Вовочке, дала? Да. Дала? Да. Вот ты необычный выпускной, а? Итак, необычный выпускной на фабрике звёзд. Готов! Готов! Выпускаю! Ч-ч-ч-ч, выпускай! Спасибо. Спасибо, да. Американизованный необычный выпускной. Привет! Привет! Серёга! Привет! Класс! Выпускной! Выпускной! А что вы должны сделать на выпускной? Лишиться девственности! Правильно, Серёга! Серёга, давай подойдём к Соколовой. Мне кажется, Соколова не даст. Тогда мы ей не дадим золотую медаль. Выпускной в лесу. Какое небо красивое-то, да? Да, да, да. Слушай, Лен, Лен, поскольку выпускной, ну как бы, сама понимаешь, выпускной. И вроде мы так знакомые. Ну да. И как бы вот, ну как бы, ну не в лоб, прям скажу, что, ну я тебя до дома провожал, вот, цветы тебе дарил, портфель за тобой таскал, закосы не дёргал, мы с тобой по голубям стреляли вместе, помнишь? Было, да. Ну вот как бы, может, уже пора бы, чтобы уже мы с тобой на выпускном, и может ты бы мне дала... А, я поняла. Поняла. Я поняла, конечно. Ты же мне тем более не чужой человек. Чего мы с тобой два года трахаемся, как зайцы, 20 рублей на маршрутку не дать. Ты чудо, спасибо тебе. Чего? Спасибо большое. Всё, стоп. Это был выпускной. Всё, зачёт. В банке 150 тысяч рублей. Круглая сумма, 150 тысяч рублей. Эти деньги заработали все вместе, но получит кто-то один. Кто скажет суде? Аплодисменты особой благодарностью всех присутствующих в этом подвале дуэту «Феминисты» и дуэту «Быдло». А бабки, а бабки получают дуэт «Компот». Все одни. Отлично. Наши поздравления. Это дуэт «Компот». Они зарабатывают 150 тысяч. Слушайте, когда я раньше был маленький, у меня была мечта, чтоб я вырос, покататься на ракете, ну и секс с двумя мулатками. Сбылась только одна. Правда, с тремя мулатками сразу. Думаю, наши победители меня переплюнут, ведь у них есть деньги. Это была убойная лига. Владимир Турчинский и Павел Моя. Опа, моё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok